всем привет сегодня я вам хотела рассказать как подключить монетизацию точнее как бить код который adsense от google который вам от гугла присылают вот я получила такое письмецо от гугла google essence и там такой присылают пин-код этот пин-код надо бить на свою страницу туда вот этот код пин-код надо бить вот открываете письмецо там внутри вот такой вот пин-код который надо вбить сейчас я вам покажу ну вот кто впервые с этим сталкивается как этот код убивать куда вот вы заходите в творческую студию заходим в творческую студию так дальше нажимаем на канал вот сведения каналах так дальше нажимаем на слово монетизация так дальше опускаемся вниз есть такие вот настройки adsense идем в настройки adsense вот у нас открывается adsense ну в принципе у меня уже настроена поэтому у меня может и не открыться я просто не знаю как еще раз открыть у меня тут уже настроена у меня уже код бит так ну в общем тут как должно открыться такое окошечко так может быть я не туда зашла или туда вот честно говоря сразу вам не сказала в общем там все просто главное туда не лазить раньше времени то есть вот это когда давайте я сейчас вернусь заново вам покажу вот ваш канал о каналах на слово канал нажимаете вот тут все ваши данные допустим у вас все подключено кроме монетизации а вы хотите еще подключить монетизацию вот у меня монетизация подключена и вот есть сначала у меня тут таким красным горело у меня было тут все включено кроме монетизации я нажала подключить монетизацию вот там я вбила какие-то свои данные все все что там нужно и после того как вы отправили запрос на монетизацию вам через месяц вам подключает ее где-то недели через две но у вас должно быть не меньше 1000 подписчиков и не менее 4000 просмотров вы отправляете заявку на монетизацию где-то через месяц приходит ответ что монетизация подключена потом значит еще через месяц вы получите письмо с пин-кодом и вот когда вы это письмо с пин-кодом получаете вот как я уже показывала у вас должен быть связанный аккаут с эсенс мы там как-то должны к нему подключиться к этому эсенс ну вот я давно давно у меня подключено все поэтому мне не надо я возвращаюсь вот настройки эсенс и там в настройках эсенс есть такая графа ввести пин-код главное туда не лазить пока вам не пришел этот пин-код потому что у вас может быть только три попытки его вести там все очень просто пока не прислали письмо пин-кодом лучше туда не лазить вот вот мне буквально дня два-три назад пришел этот пин-код я его ввела а сегодня я ездила сбербанк открыла долларовый счет потому что счет должен быть именно долларовый мне вот дали реквизиты и вот я сейчас на она где-то полчаса сидела мучилась водила эти реквизиты сейчас я вам расскажу почему я мучилась потом значит когда вы получаете эти реквизиты но деньги на счет будут переводить когда будет у вас не менее 100 долларов у меня вот там 96 уже но тут на странице старые данные отображаются там какой-то определенный момент в эсенсе перестает отображаться сколько вы заработали вы можете только youtube аналитики посмотреть сколько а вот в эсенсе вот у меня 53 доллара и все они мне написали когда я туда влезла хотела что то вот куда надо вводить пин-код я туда влезла и мне тут же вот получается что заблокировали ну не заблокировали а вот прислали такое сообщение что ближайшее время статистика youtube перестанет отображаться в эсенс данные о расчетном доходе и других показателях монетизации можно найти в отчете доход в youtube аналитики вот там я смотрела то есть она вот у меня до сих пор еще пока не отображается потому что я только сегодня ввела номер вот этого своего банковского счета так и потом после этого открывается такое окно вид оплаты ну я уже вела поэтому у меня не открывается вот тут вот по под этим вот расчетным доходом но тут у меня не точные данные мне я только что вела счет поэтому мне еще тут ничего не поступает когда поступит первое 100 долларов тут на она будет у меня отчет вот здесь есть такое слово еще и галочка вот сюда нажимаем то что ты так окошечко где вводить вид оплаты там три вида оплаты можно оплачивать куда перечислять деньги значит через rapido банки с ким банки с ким чеком и и как говорится вот перевод реквизит но чтобы переводить в банк так вот где вот эта общая сумма баланс вот сюда нажимаем баланс посмотреть информацию платежах но так как я у меня кто уже не открывается какую систему оплаты выбрать я уже выбрала я сейчас я расскажу чем я мучилась вот оно это окно она у вас сразу откроется если вы счета еще номер счета не или вот видите ваш доход и вот где 53 доллара как у меня появилась мне пока перестала здесь отображаться но я думаю что я сегодня ввела номер банковского счета теперь у меня будет отображаться вот значит способ получения дохода но принципе я уже выбрала поэтому у меня вот номер счета банковский перевод насчет такой то сейчас я расскажу с чем я мучилась тут кстати вот недавно у меня от крал и открывалась окно вот она настройки так управление настройками просмотр а у меня такое окно вот тут открывалась изменить систему оплаты по я вот хотела вам показать управление способами оплаты сейчас я посмотрю откроется нет вот он ну допустим тут вот есть добавить способ оплаты а можно изменить я просто хочу вам показать какие данные я вбивала вот изменить способ оплаты что вот у вас когда вы будете вбивать свой банковский счет валютной долларов и именно долларов и если деньги поступать долларов тут несколько граф надо заполнить вот первое индификатор получателя по желанию это можно не заполнять дальше я показываю с чем я мучилась а мучилась я не могла вбить самые простые вещи элементарный владелец банковского счета в чем была моя ошибка не сбербанки тоже не сказали ничего чем была моя ошибка в том что я фамилию и имя отчество вводила на русском языке оказывается вот это вот строчечку имя нужно вводить на английском языке вот я ввела кислово ольга все а если неправильно горит красным вот эта строчка она у меня сейчас голубого цвета то есть я но я это уже знаете я уже мне никто не подсказывал но я там посмотрела одну видео подсказку в интернете нашла и там значит увидела что надо на английском языке заполнять вторая проблема у меня была вторая строчка вроде элементарная вещь нужно было ввести название банка то что там я вводила свифт номер счета вот этот вот номер счета свифт я вела правильно там тоже английскими буквами но тут единственное вот в этой распечатки которые мне дали реквизиты из банка не было как нам как ночь название банка на английском языке надо вести и посмотрите что этот вела я тоже открыла нашла одно видео в интернете и там значит вот ну мужчина рассказывал как вводить данные он вот он и сказал подсказал у него я увидела подсказку что нужно название банка вводить на английском языке и вот что и он показывал на примере своей банковской карте как разбирбанк вот я у него подсмотрела если честно говоря я у него я уже хотела завтра ехать и чтобы мне отдали название банка на английском языке но я же не тупая я же английский язык знаю и и мало того я у этого значит вот мужчина подсмотрела как будет как правильно написать название сбербанк на английском языке вот я у него если у вас другой банк вы сразу в банке скажите чтобы вам дали название банка написали на английском языке вот что у меня получилось я у него слезала я мучилась полчаса просто слова сбербанк набирала и сбербанков раша сбербанков раша москва риджин и чё только там не писала тут я у этого мужчины просто слезала с его страницы я набрала то что набрал он но у него москва у меня область но главное что у нас сбербанк я думаю там по номеру счета счета в москву мой перевод не отправят потому что вот что я у него слезала смотрите как называется сбербанк на английском языке нужно что нужно ввести где название банка если у вас сбербанк даже не важно какого региона потому что регион он там в номере счета где-то где бит где свифт а тут вот как название сбербанка на английском языке но у меня московская область не проще но у вас возможно ваш там вот где у кого есть сбербанк онлайн там можно зайти в международные переводы и посмотреть как называется ваш банк в вашем регионе как он называется на английском языке там целый список а у меня но москва московская область поэтому я слезала думаю получится нет вот как называется сбербанк на английском языке central 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 head office of сбербанк all branches branches and offices in russia вот видите какой длинное название сбербанк а я вот не знаю вам хорошо видно central head office of сбербанк all branches and offices in russia вот вот так надо ввести имя на английском в чем была моя ошибка все вводится реквизиты все вводятся просто у меня возникло две проблемы я не знала что имя нужно вводить на английском языке вот пожалуйста имя фамилия имя на английском языке в первой строчке во второй строчке название банка на английском языке у меня сбербанк вот такое длиннючие название у него я пробовала ввести просто слово сбербанк сбербанк of russia и что там только не водила и химки и москва уриджин ничем не получалось пока его это у мужика не слезала вот название сбербанка на английском языке вот такие вот у меня проблемы возникли вот все слава богу а дальше там все просто я уже не не буду показывать все эти номер счета свифт бик это ну там что там надо вводить это все остальное вводится легко в общем все у меня монетизация подключена пин-код от эдсенс я в конвертике получила валютная долларовый счет открыла все данные билла все у меня получилось надеюсь я ничего не перепутала но там слова москва нет это просто сбербанк на английском языке название надеюсь деньги будут приходить но если деньги не будут приходить я тогда ну или будет кать кузин со счетами у меня все-таки московская область а не москва вот там просто название сбербанка на английском языке там нет слова москва там меня пропустил он в общем надеюсь что мои деньги не потеряются я ввела название сбербанка на английском языке так как я его нашла думаю что все будет нормально если будут проблемы вот я сейчас вам открывала настройки показывала это да просто подъеду в этот химкинский филиал и попрошу у них название на английском языке конечно можно зайти сбербанк онлайн но во первых у я туда не могу зайти почему-то мне не получается но в крайнем случае мужа попрошу настроить мне сбербанк онлайн ну или съезжу сбербанк попрошу у них название на английском языке но мне кажется что я ввела все правильно и проблема у меня не будет так что вот чем я сегодня занималась полдня ездила сбербанк кстати очень быстро за пять минут и мне там буквально за пять минут все все ночью открыли этот долларовый счет я пришла но вот дольше пришлось вводить а потому что первый раз не знаешь пока там видео какое-то нашла пока мне там кто-то под но вот посмотрела как это делается пока сообразила как мне где мне взять название сбербанка на английском языке потом ну думаю мужик мужика тоже карта сбербанк у меня счет сбербанк я просто слезала оттуда и все думаю что проблем не будет ну я не знаю в общем у кого может быть моя подсказка я может быть как сумбурно объясняю но возможно вполне моя подсказка кому-то поможет вот то я рассказала какие у меня были проблемы с тем чтобы ввести главное что первые две строчки заполняется на английском языке это имя фамилия имя название банка на английском не просто сбербанк английскими буквами а вы видели там очень ленючая такое название так что вот я все подключила все сделала теперь посмотрим что будет дальше когда у меня будет ровно 100 долларов сейчас я вам покажу у меня там 96 на сегодняшний день по моему это за два ну за полтора месяца я заработала сейчас вот откроем youtube аналитика ну я у меня мало пока получается у меня пока выходит где-то долларов 40 50 в месяц пока мало вот последние за 28 дней и у тут первая строчка за все время у меня пока мало но в среднем 40 долларов в месяц пока копейки вот видите общая сумма доход общий ну вот доход 96 долларов это где-то ну вон вы видите это за все время но я нажала за все время поэтому открылся время когда я открыла канал ломантизации это не было это данная со 2 июня 16 2 июня 16 года я открыл канал снимать начала где-то через полгода вообще феврале по-моему 17-го только началась снимать я уже не помню честно говоря вот а сейчас февраль 19 то есть снимаю я два года а монетизацию я подключила полтора месяца назад так что вот эта сумма 96 долларов это это у меня за полтора месяца до почти за два 12 декабря мне подключили а сегодня уже 4 февраля вот и за месяц и за два месяца я всего 100 долларов заработала для начала и может быть и неплохо тем более у меня подписчиков всего тысячу там триста мало у меня так что вот поделилась тем чем я сегодня занималась что у меня получилось надеюсь что у меня все все получится потом посмотрю будут денежки приходить или нет все будут проблемы съезжу в банк может быть мне нужно было как-то там сбербанк московской области как-то писать но я-то думаю там еще и же кроме названия банка же там пана по номеру видно что это области не москва будут проблемы буду разбираться вот чем я сегодня занималась завтра поеду куда-нибудь наверное завтра насчет работы куда-нибудь поеду может на почту или в поликлинику в общем завтра собираюсь нами метро сходницкой там работу искать ладно всем пока вот тем более мне кто-то звонит